Деяние 1 глава И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Ян крестил в Адуре, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. После своего воскресения Иисус Христос в течение сорока дней являлся своим мучеником. Он какие-то новые истины вкладывал их, которые они прежде не могли принять. И также он утверждал их в том, в чем он учил их уже прежде. Но после сорока дней Иисус окончательно уходит на земле. И он дает какие-то последние наставления своим мученикам. Мне это напоминает разговор на перроне. Иногда мы можем увидеть, как люди на перроне прощаются друг с другом, кого-то в армию провожают. Вы знаете, говорят какие-то последние такие важные слова. На перроне, может быть, в аэропорту или в морском порту. А может быть, иногда на смертном адрее кто-то вызывает родственников и говорит какие-то последние слова. Он считает их важными, чтобы его родные и близкие их услышали. И вот Иисус оставляет, он должен сказать что-то важное своим мученикам, оставляя их. По сути дела, его наставления мы прочитали с вами. Он говорит о том, чтобы они не уходили из Иерусалима, потому что их задача распространять Евангелие, распространять Божье Царство. Но они не смогут это исполнить своей силой, а могут это исполнить только силой Духа Святого. Поэтому им нужно остаться в Иерусалиме и дождаться получения Духа Святого с небес. Вы знаете, в Захарии 4 главе 6 стихе звучат слова, которые я использую для темы этой проповеди. Не силой и не войнством, но Духом Моим, говорит Господь Святого. Мы никогда не сможем распространять Евангелие, распространять Божье Царство своей силой. Нам нужна Божественная сила Духа Святого. Церковь без Духа Святого – это просто религиозная организация. Церковь без Духа Святого – она просто мертва. Вы знаете, один из современных служителей сделал такое интересное предположение, что если бы сегодня Дух Святой был бы забран в земле, то многие церкви этого даже бы не заметили. По причине чего? По причине того, что мы очень мало странно преимства проявляем Духу Святого. Мы игнорируем Дух Святой. Так что если бы Дух Святой был забран, мы бы даже этого не заметили. Мы настолько научились быть организацией, вместо того, чтобы быть телом, живым организмом Иисуса Христа. Телом живым, которое живет под господством Иисуса Христа здесь на земле. Когда мы смотрим на книгу Откровений, и мы видим, как Иисуса, светильника, проверяет сеть церквей власти. И только две церкви не получают никакого порицания, но остальные, в них происходит что-то очень нехорошее и неприятное. Одна церковь потеряла первую любовь, другая впустила бесовские проявления в свою общину. Третья имела вывеску, что она живая, но на самом деле она была нертва, по словам Иисуса. И очень печально звучат последние слова в последней церкви Иисуса Христа. Он обращается к Ландикийской церкви, Откровения 3.20, и говорит, «Все стою у дверей и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Иисус уже вне церкви. Тот, который сказал, я создам церковь, где двое и трое будут собраны во имя, там я посреди них, вот он уже вне церкви, он уже стучится и говорит, если меня впустят, то я войду. Вы знаете, Бог сотворил этот институт на земле под названием церковь или инструмент для распространения Божьего Царства. И в то же время в глазах Иисуса, когда Он проверяет церковь и книги Откровения, единственная причина для того, чтобы этот инструмент, этот институт продолжал существовать, это присутствие божественной жизни внутри церкви. Это присутствие Духа Святого. И если этого нет внутри церкви, она может называться церковью, она может назвать себя как угодно, но это уже не церковь, и нет смысла в продолжении существования такого скопления людей. Они могут собираться, это их дело, но Иисус не собирается их использовать, потому что это в Его глазах уже не церковь. Это мне напоминает одну историю, как темнокожий человек пришел в белое собрание, но Его не впустили туда. И Он отошел на некоторое расстояние и так начал горько изливать свое сердце к Богу со слезами. И Христос сам лично пришел и начал утешать Его и говорит, ну что ты плачешь? Он говорит, ну меня не пустили в эту церковь. Он говорит, да ты не переживай, меня тоже давно туда не впускают. Знаете, наша церковь не должна быть церковью, которая не впускает Иисуса. Религиозная система, она создает правила, она создает какие-то коробки, которые она защищает, но которые в итоге отторгают того, ради которого все это и создано на самом деле. Помните, как религиозный дух во времена Иисуса Христа, когда Он ходил на земле, как Он проявлялся через власти религиозные в то время. Они защищали свои традиции, они защищали свои позиции, и они отвергали того, ради которого было все создано. И поверьте, история продолжается. Все точно так же повторяется. Если религиозный дух приходит в церковь, если для нас более важны правила и какие-то законы, и традиции, нежели он сам, то мы перестаем быть церковью. Нам нужно остаться церковью, нам нужно быть церковью, а это возможно только тогда, когда среди нас обитает Дух Божий. Знаете, в Слове Божьем, посланник евреям, есть два стиха, которые очень похожи, они говорят о Новом Завете, и в то же время они очень отличаются. Я хочу прочитать их вам, вы внимательно послушайте. Евреям 8 глава, 10 стих. Вот завет, который завещаю этому Израилю, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а не будут моим народом. Это первый стих. А вот второй, Евреям 10, 16. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мысли их напишу их. Вы знаете, все очень похоже и кажется практически идентично, но на самом деле есть очень сильная разница в направлении движения царства. Когда говорится об Израилитянах, Евреям 8, 10, сказано, я в мыслях напишу вам, и потом сказано, и в сердцах напишу. Вот это иудейский путь. Они с детства воспитывались в синагогах. Они знали священное писание наизусть. Это было в их голове, но это не было в сердце. Вот это признак рожденного свыше человека, когда в сердце написан Духом Святым закон. Но этого не было и у израилитя их. И Христос в своем священном писании, он обещает, что это однажды исполнится в Новом Совете. Через пророка Иеремия он обещает это, что это сбудется. Но когда мы читаем Евреям 10, 16, то там рисуется путь для язычников. Я на сердцах напишу вам заповеди и на мыслях тоже. Когда спасается израильтян, он уже знает писание. И потом вдруг он получает новое сердце, новую конституцию. У него просто новая генетика внутри. Но когда рождается человек, подобный нам, я думаю, что большинство из нас не пришли из синагоги, а мы просто уверовали в Иисуса Христа, который умер за наши грехи. И в результате то, что произошло, Дух Святой вселился в наше сердце. И мы получили новую природу, но наше мышление еще не обновлено. Дух Святой при помощи священного писания постепенно начинает обновлять наше мышление. Но я хочу вам сказать, сегодня одна из проблем современных церквей заключается в том, что мы можем снова увидеть вот этот иудейский путь. Мы видим людей, которые знают писание, способны цитировать. Они даже не рождены свыше, они еще не в царстве. У них нет вот этой внутренней природы божественной, внутренней. Почему такое может происходить? Причина заключается в том же, о чем я уже сказал. Когда мы не гостеприимны к Духу Святому. Когда мы просто более хотим исполнить наши ритуалы. И мы приходим для того, чтобы успокоить нашу религиозную совесть, вместо того, чтобы переживать реальность общения с ним. В результате, знаете, у нас есть свои планы, свои идеи, свои цели, в которых нет Бога. И в результате мы видим, как люди уже знают писание. Они все еще не рождены свыше. Я хочу вам показать один практический момент. Как сделать так вообще, чтобы человек родился свыше? Это тайна на самом деле. Но есть то, что мы должны исполнить. В Деянии 2 главе, когда Петр в конце концов встанет и скажет свою первую проповедь, то в результате он сделает в конце проповеди призывы. Люди умилились сердцами. Дух Святой настолько коснулся, что они зададут вопрос, что нам делать? И он скажет, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар личной жизни. И он говорит, и получите дар Духа Святого, который принадлежит вам, детям вашим, и всем дальним, кого не призывет Господь. Вот когда говорится об Иудее, вам, детям вашим, а всем дальним, это мы с вами, братья и сестры, из разных народов, у верующих в Иисуса Христа. И мы тоже через веру в Иисуса Христа можем получить Духа Святого. Когда вы смотрите в Священное Писание, как Дух Святой сходил на скине, когда человек что-то строил, и Дух Святой сходил и жил там, то вы увидите, что человек сначала должен был исполнить определенные стандарты. Например, Моисей сделал все, как он видел на горе. Как он видел на горе. Бог показал ему видение. И вот он все исполнил, и такой скинью он построил все в соответствии с тем, как он видел на горе. И как знак божественного одобрения, слава Божия, опустилась и обитала там внутри. Мы можем увидеть, как Соломон строит храм, который называется храм Соломона. Но он строит его по чертежам, которые оставил Давид. И когда он все исполнил и все сделал, и они принесли этот храм Богу, принося жертву, посвящая этот храм Богу, вдруг божественное одобрение в виде славы Божия явилось. Так что священники даже не могли стоять на ногах. Мы видим в Иезекииле, 43 главе, как все измеряет Небожитель при помощи трости в храме. И когда все измерено, все соответствует божественным стандартам, слава Божия приходит в этот храм. И мы можем задать вопрос, что мы, как люди, должны исполнить, чтобы мы не просто знали Писание, а чтобы мы были рождены свыше. Им на самом деле все очень просто. Покаяние и вера в заместительную жертву Иисуса Христа. Это тот стандарт, который необходим для того, чтобы Дух Святой опустился в жизнь человека и запечатлел его Духом Святым, как дитё Божие. Недостаточно покаяния. Некоторые люди каются, но они вообще не смотрят на крест, не понимают, что причина, почему они могут получить прощение, это лишь жертву Иисуса Христа. Некоторые живы, они ортодоксы, они верят правильно, они смотрят на крест, они понимают богословие, но без обращения. И тоже этого недостаточно. Нужно и то, и другое. Нужно и верить, что Иисус стал заместительной жертвой. И нужно покаяться, нужно обратиться. Вот это стандарт, который обеспечивает то, что Дух Святой запечатлевает человека. Практически это происходит следующим образом. Человек признаёт, что он грешник, он признаёт, что Иисус умер за него на Голгофском христе, и он молитвенно просит Бога, чтобы он пришёл в его жизнь, как Спаситель, стал Господом и стал Спасителем. Всё. Если человек это делает искренне, Писание говорит, Бог с искренним поступает искренне, а с лукавым по его Господу. Но если человек это искренне делает, то Писание говорит, мы становимся детьми Божьими, и Дух Святой запечатлевает нас. Вот такое слово «запечатлевает» печать здесь есть. Подразумевается то, что он как будто печать какую-то ставит. Знаете, есть разные печати. Есть печати там гербовые, разные. У некоторых организаций одни, у других другие. У кого-то личная печать есть. Но, знаете, когда Христос ставит свою печать, когда Дух Святой ставит печать на жизни человека, то эта печать такая, знаете, трафаретная. Есть такая печать, которая с давлением. Она для слепых людей. Слепой человек не может увидеть, но он может руками потрогать и буквы прочитать, и он говорит, да, я всё понял, здесь всё правильно, всё хорошо. Такая трафаретная печать. Вот Дух Святой, он запечатлевает, такая трафаретная печать. Значит, лик Христа начинает проявляться внутри человека, который стал последователем Иисуса Христа. Но если этого лика не проявляется, жизнь человека не меняется, он говорит, я верю в Иисуса, это пустые слова. Вера без дел, мертва. Ты не запечатлён Духом Святым. Поэтому Писание, оно говорит, что мы проверяли себя, верили мы, потому что мы можем говорить, что мы верим, а на самом деле что-то не так в нашей жизни, и мы не пережили рождение свыше. Вы знаете, я обнаружил, что есть люди, которые говорят, что они верят в силу Духа Святого и надеются на силу Духа Святого. И есть люди, которые по-настоящему верят и надеются на силу Духа Святого. Ещё раз, одни говорят, а другие по-настоящему. И просто говорят, а по-настоящему надеются и верят. В чём же разница между ними? Я хочу показать вам два ключа, два больших различия. И первый ключ, на нём достаточно долго остановлюсь, это различие в подходе, как люди вообще собираются получить Дух Святой. Подразумевается, что и те, и другие уже крестьяне. Вот мы уже говорим о верующих в Иисуса Христа людях. И вы знаете, есть первая группа людей, которые собираются получить Дух Святой путём исполнения заповедей. Вот я прошу курить, я стану служить, я буду жену любить, моя жена говорит, я буду повиноваться мужу, и вот тогда я распахну всё внутри для Бога, чтобы он смог наполнить меня, тогда я буду легко понимать, получать. Это тупиковый путь. Это тупиковый путь. Я хочу вам сказать, это неправильный путь. Второй путь – это путь веры. Вот правильно, правильно получить Дух Святой – это путь веры в заместительную жертву Иисуса Христа. Иисус принёс жертву, достаточную, чтобы я мог появиться перед Богом и пить Его живую воду. Аминь. Не на основании того, как я живу, а на основании достижений нашего Господа Иисуса Христа. Без веры Богу угодить невозможно. Я хочу попросить вас ещё один текст открыть. Галатам 3 глава. Я буду читать с первого по пятой стихи. Галатам 3 глава. Мы прочитаем с первого по пятой стихи. Несмысленные галаты, кто прелестил вас, не покоряться истине. Вас, у которых перед глазами предначатан был Иисус Христос, как бы у вас распитый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление верь? Как ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели? Неужели без пользы? Если быть только без пользы. Подающий вам духа и завершающий между вами чудеса. Через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере? Знаете, вообще, здесь Павел говорит, он как бы отвергает путь оправдания перед Богом через закон. Потому что законом не оправдывается никакая плоть. Законом познается грех. Закон – это где-то водитель ко Христу. Поняв, что человек понимает, что он грешен, он понимает, что он нуждается в том, кто ему поможет. То есть он нуждается в спасителе. Но как иллюстрация, он приводит момент, он говорит, ну, вспомните, как вы получили Духа Святого. Ребята, галатийцы, вы вспомните, через дела закона вы получили Духа Святого. Вы уже все исполняли, вы обрезались, вы исполнили субботу, вы все исполнили, что говорилось. И тогда Дух Святой капелька его капнуло на вашу жизнь. Или вы просто услышали Евангелие, и Дух Святой упал на вас, начал проявляться среди вас. Он напоминает им. Другим словом, он хочет сказать, ребята, посмотрите, вообще не зависело от практики вашей жизни, чтобы получить Дух Святого. А зависело от вашей веры в то, что Иисус совершил на Галковском листе. Аминь. Повторюсь, есть христиане, которые думают, я прошу курить, я перестану воровать на работе, я перестану раздражаться. Когда это произойдет в его жизни. Я не знаю, когда это произойдет в его жизни. И вот тогда я получу, я смогу так легко принимать. Ложь. Ты никогда не будешь готов, чтобы принять, получить таким путем Дух Святой. На самом деле, все, что тебе нужно, это поверить, что жертва Иисуса достаточно, чтобы ты получил все необходимое. Евреям 4.16. Это суть Евангелия, что, знаете, благая вещь, что независимо от твоего состояния, ты можешь войти в присутствие Божия благодаря вере в Иисуса Христа. Евреям 4.16 обращается к нам, да приступаем с дерзновением к Христову благодати, чтобы обрести милость и получить благодать для своей временной помощи. Не говорится, что если ты в хорошем состоянии, в плохом состоянии, вообще не говорится, как ты живешь. Все, пожалуйста, приходи и переживай работу Духа Святого, благодаря тому, что Христос сделал на кресте. И Фессианам 2 глава говорит нам о том, что Бог из двух народов создал один народ – евреи и язычники. И во Христе Он сделал один народ, который Он назвал Божиим народом, и это называется церковь. Все, что за Христом, это сегодня не Божий народ, не действующий Божий народ. Поэтому только во Христе язычники иудеи, находящиеся в Иудее, во Христе – это Божий народ. И Он там говорит, смотрите, мы можем предположить, вот иудей, Он же все исполнял. Поставьте язычника у верующего, иудея у верующего. Их практика жизни – небо и земля, насколько сильно отличаются по освящению. А Павел говорит, и мы имеем надежный доступ к Христову благодати в едином Духе. И мы не чужие, не пришельцы, но сограждане святы мы своим Богу. Он все уравнивает, и Он говорит, благодаря жертве Христа, и тот, и другой легко приходит к престолу в Духе Святом. Вы со мной, братья и сестры? Вы знаете, есть тик, который мы не совсем правильно понимаем. Ефесянам 5.18. И ниже текст говорит о том, что происходит, когда человек наполнится Духом Святым. Ефесянам 5.18 говорится, не убивайтесь вину, но исполняйтесь Духом. И дальше говорится, назидая себя салмами, словословиями, беснопениями духовными, паяя и воспевая в сердцах ваших Господов. Потом вы можете увидеть еще некоторые слова, которые вот эти идеи причастия. Назидая, пая, потом повинуясь, потом Писание говорит благодаря. И в шестой главе встречается слово служа. Посмотрите, в чем ошибка. Некоторые люди думают, я буду служить, и Дух Святой меня наполнит. Я буду повиноваться мужу, Дух Святой меня наполнит. Я буду повиноваться пастору, Дух Святой меня наполнит. Я буду делать то и это. Благодарить, я хочу вам сказать, это не путь для наполнения. Это то, как ведет себя наполненный Духом Святым человеком. Вообще в греческом языке здесь не идея причастия, а здесь стоит глагол настоящего времени. И все исследователи Священного Писания, они говорят, здесь говорится не о том, как ты можешь получить Дух Святой. Дух Святой получается через веру в Иисуса Христа, когда мы смотрим на Христа. А здесь говорится о последующей реакции, как хочется вести себя человеку наполненным Духом Святым. Он наситая, пая, благодаря, повинуясь, слушал. Вот ему хочется все это делать. Вы со мной, братья и сестры? Джон Уэслин, это был интересный человек, который проводил собрания прямо на воздухе. Тысячи людей собирались. И происходили необычные вещи. Люди падали и могли часами лежать в каком-то экстазе. Просто человек непонятно где находится, лежит на земле. И когда мы встречаемся с проявлениями Божьими, которые мы никогда не видели, то наша реакция очень похожа на реакцию учеников, когда они увидели, как Христос шел по воде. Они же никогда не видели, как Христос шел по воде. Их первая реакция – это призрак, это демон. И точно так же в церкви, когда мы видим, что-то делает Бог, чего мы не видели прежде, наша первая реакция – это демоническая, это дьявол. И вот что-то необычное происходило в собрании Джона Уэстли – люди падали, лошади падали под силу Духа Святого, закладные в духе. И вот люди говорили, это настоящее, это Бог или это бесовское, что происходит? И Джон Уэстли говорит, давайте так, вот сейчас этот человек вернется, он придет в себя из этого транса. Он придет, и мы послушаем, что он скажет. И человек приходил в себя, аллелуя, слава Богу, я был на небесах. Вы знаете, ага, это значит Дух Святой. Потому что Дух Святой пришел прославить имя Иисуса. Когда ты наполнен Духом, то вот твои последствия, ты будешь славить, ты будешь благодарить, ты будешь повиноваться, ты будешь служить, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. И я хочу сказать, что мы совсем не против, братья и сестры, повиновения заповедям Господа. Заповедям нужно повиноваться. Но дело в том, что это последствия того, что Дух Святой наполнил вас. Вот тогда ты сможешь искренне от всего сердца повиноваться заповедям Божьим. А вот теперь я хочу задать вопрос. А вот если ты хочешь получить Дух Святой, просто исполняя заповеди, от чего ты отказываешься, что-то делая, вот, и ты хочешь получить через этот Дух Святой. Я хочу тебе сказать, у меня вопрос тебе, а чьей силой ты это делаешь, если ты его еще не получил? Ответ очень простой, с больниью. И тогда я хочу тебе сказать, твоя жизнь может измениться, но твое сердце не изменится. А точнее, оно изменится в лучшую сторону. Обычно оно становится более гордым, что у меня получилось то, что у других не получилось. Мы становимся критичными по отношению к другим. Но внутри мы не меняемся. Сначала мы переживаем работу Духа Святого. А потом, как следствие, нам нужно повиноваться заповедям Господня. В Священном Писании говорится, Титу, 2 глава, 11-12 стихи. И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Слово благодать – это разнообразная работа Духа Святого, включающая самые различные проявления от харизматических до мира в сердце. Вот это благодать. И сказано, что это благодать, то есть это работа Духа Святого. Она научающая. Дух Святой, Он пришел, чтобы научить нас, чтобы сказать нам, в каких рамках мы должны жить, установить стандарты внутри нас. Есть множество христиан, братья и сестры, которые легко приходят в присутствие Божьего, но, к сожалению, очень легко теряют. Легко наполняются, но потом раз-раз и теряют. А в чем причина? Мы огорчаем посредством нашего непослушания Духа Святого. Поэтому покайся в том, что ты оскорбляешь Дух Святой и старайся прислушиваться, жить нежно, чувствительно, прислушиваясь к стандартам, которые Дух Святой устанавливает внутри тебя. Один из путей, как Он будет тебе говорить очень ярко – это через твою совесть. Не игнорируй голос своей совести. Никогда. Как говорил Павел, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Один из путей, как будет Он ярко говорить в твою жизнь – это через твою совесть. Итак, первое различие между людьми, которые верят в силу Духа Святого и которые думают, что они верят в силу Духа Святого. Лишь говорят об этом. Это в том, как они собираются получить Дух Святой. Одни через исполнение заповедей, другие через веру в то, что завестительность по Иисусу Христа достаточно, чтобы они могли пить живую воду. А второе различие заключается в отношении к молитве. Дело в том, что некоторые люди, они, будучи христианами, верят в силу Духа Святого, верят в божественную помощь, но при этом они не молятся. Я хочу сказать, упование на Бога, на Его обетование без молитвы – это упование не на библейского Бога, это упование, я всегда смеюсь, на русский обозь. Потому что библейское упование, оно связано с молитвой. Псалом 61, 9 стих говорит «Народ, найдитесь на Него во всякое время, изливайте пред Нем сердце ваше, Бог на прибежище». Годы назад, годы уже прошли, как умер один человек, очень благочестивый в теле Иисуса Христа, звали его Дэвид Вилкерсон. Очень такой в пиесятичестве признанный человек. И вот Дэвид Вилкерсон, он рассказывает, как однажды пришла семейная пара, семейная пара служителей. Он пастор, жена пастора, и жена настаивала на том, что мужу нужно исповедоваться в каком-то грехе. Оказалось, у мужа большое собрание, церковь растет, но, знаете, муж вот как-то не торопился, никак не мог сказать, в чем же суть греха. И в конце концов, сама жена сказала, я скажу, в чем его грех. Вы знаете, он хорошо проповедует, он может оказать душепописительскую помощь, но он уже год не молится. Мой муж год уже не обращается к Богу за помощью. Все растет, церковь движется. Вы знаете, Самуил выразил однажды, знаете, своими словами, особенный грех, о котором, возможно, вы не знали. Он сказал так, что не допущу себе греха не молиться о вас. То есть грех без молитвенности, есть такой грех, грех без молитвенности. И это абсолютно для всех. Мы с вами все, братья и сестры, священники Нового Завета. Мы должны представлять нужды людей, Богу молиться за человечество, за город, за земли, за окружающих людей. И мы должны приходить к ним с посланием с небес, с Евангелием Иисуса Христа. Но я хочу вам сказать, мы все служители, мы все должны молиться. И тот, кто не молится, он согрешает грехом без молитвенности. Не допущу себе греха не молиться о вас. Когда-то я был на одной конференции, и на меня там произвел впечатление один американ, один американец. Он рассказал интересную вещь. Он был на собрании по росту церкви. Там учили росту церкви. Он говорит, была конференция, посвященная тому, как взрастить церковь. Вообще мы никто не взращивает на самом деле церковь. Писание говорит, мы насаждаем, поливаем, а взращивает все Бог. Результаты, а не за Богом. Ты выполняешь человеческую ответственность, но Бог, он ответственен за результаты. И мы не можем взрастить церковь. Но вот там было именно такое собрание, как взрастить церковь. И ввел это собрание пастор церкви, у которого 10 тысяч человек. И этот пастор, он проводит семинар, идет час за часом, час за часом. И вот этот пастор, который свидетельствовал, рассказал об этом, он говорит, я поднял руку на последнем часе и задал вопрос. А молитва имеет какое-то значение для того, чтобы церковь росла вообще? Он говорит, сынок, молись, не молись, толку никакого. Садись и слушай, и учись, как нужно взращивать церковь. И вот этот пастор, который поднял руку, который все это рассказывал, он говорит, я публично вышел с этого служения. Я не хотел иметь церковь, которая родится без молитвов, потому что я не хотел держать в руках куклу. Знаете, кукла, она может быть большая, красивая, даже говорящая, даже где нужно моргнем, где нужно ты ее расчесал. В общем, где-то послушаем. Но она холодная, она не живая. Говорит, я хотел иметь ребенка, пусть меньшего размера, но настоящего, живого, от которого тепло исходит, от которого и какает в памперсы, и с ним проблемы, но настоящий ребенок. И он, этот пастор, он сказал так, все, что имеет ценность в глазах Бога, все, что имеет ценность для вечности, обязательно рождается через родовые пути и молитвы. Все, что рождается без родовых путей и молитвы, вы знаете, это обычно временное, что в конце концов распадается, потому что это не рождено пред Богом. Это рождено человеческими силами. Иногда мы способны собрать людей, используя промоушен, и люди собираются, но это не церковь. Если она не рождена через молитву, вы со мной? Церковь – это люди, рожденные свыше, бережившие работу Духа Святого. Это возможно только благодаря молитве. Мы все удивляемся, смотря на ее ничего. И сегодня говорят, есть церкви гораздо больше уже в адпесе. Но это была церковь, на которую мы смотрели, и удивляясь, как можно, чтобы такая церковь поднялась. Знаете, какой его ответ был? Три ключа. Почему эта церковь поднялась? Он говорит, первый ключ – молитва, второй ключ – молитва, третий ключ – молитва. В его жизни был такой момент, когда он стал молиться четыре часа. То есть утром он начинал, он не всегда так двигался, но он говорит, у меня был период, когда я понял, что мне нужно долго молиться, много молиться. Я начинал день с четырех часов молитвы. И он говорит, и утром меня обгудила моя теща. И говорит, иногда реакция моя была такая, мама, лучше убей меня прямо здесь. То есть не хотелось вставать, плоть она скулит, как это рано поднялся. И опять молитва, молитва, молитва. Но благодаря тому, что он умер для себя. И он пошел в молитву. Результатом было то, что Бог начал двигаться. И Бог создал эту церковь. Пастор Ким Гладшин, главный пастор миссии благодати, он говорит о том, что когда только начиналось служение, он говорит, у меня были промежутки такие, когда я молился по шесть и восемь часов в день. Он говорит, дары Духа Святого настолько обострялись, что человек мог стоять рядом, и я понимал его мысли. Это сверхъестественное такое проявление даров Духа Святого. Но почему так Дух Святой двигался в жизни человека? Потому что он молился. Понимаете, некоторые говорят, мы уповаем на силу Духа Святого, а другие по-настоящему уповают. И вопрос в том, как ты это собираешься получить, и молишься ты, Евгений. Аминь. Я вернусь к Пятидесятнице. Сегодня мы празднуем этот праздник, День Пятидесятницы. На самом деле это ветхозаветный праздник. На День Пятидесятницы, что это за праздник? Это День получения закона на горе Синай. Выйдя из Египетского рабства, через 50 дней на горе Синай они получили закон о Господе. Но именно на этот день, на День Пятидесятницы, Иудейский праздник, Дух Святой сошел. И теперь в Новом Завете у нас этот праздник получает новозаветное значение. Потому что Дух Святой обучает нас изнутри. Вы, как говорит апостол Иоанн, вы имеете помазание от святого и знаете все. Дух Святой, он вселяется внутри нас и на нашем сердце пишет заповеди. И когда мы начинаем в Слое Божьем находить, в результате кропотливого исследования, какие-то вещи находим, ой, я это знал, вот объяснение этому в Слое Божьем. И наш разум начинает соглашаться с тем, что мы знали внутри. Потому что это знание пришло как дар. Вот этот дар, это учитель, который пришел внутри нас и живет, имя которым Дух Святой. Вот, когда на день апостолы, они получили обещание, ждите обещанного отца, они не сложили руки просто. Они молились как раз-таки в течение десяти дней. И после десяти дней молитвы, когда они были идти на душном месте, внезапно сделался шум, как бы несущего сильного ветра, и наполнил весь дом. И велись им языки, разделяющие, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, исполнили все Духа Святого, и стали говорить на иных языках, как Дух давал им прощевание. Я хочу сегодня сравнить Дух Святой с пяти, с четырьмя неживыми, с неживой природой, с четырьмя явлениями. Или вы поймете, о чем я говорю. Первое сравнение, которое мы видим в тексте, в Деянии второй главе, что внезапно сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра. Скажи ветер. Ветер – это то, что ты не можешь контролировать. Он приходит откуда. То есть ветер – это то, что ты должен подстраиваться. Вот и мы, братья и сестры, мы те, которые не можем контролировать Дух Святой, мы подстраиваемся, мы должны раздвигать паруса веры, обнаруживая, куда двигается ветер. Есть на старых домах, бывает такой приборчик под названием флюгер. Куда ветер подул, он туда вот так и крутится. И есть такое негативное объяснение, знаете, это человек флюгер. И такое негативное значение имеется в виду, что он, знаете, без убеждений в любой ситуации, но другой, он такой скользкий тип. Знаете, как свайба в Малиновке, помните, герой? Пласть меняется, то у него путемовка, то другая шапка. Все зависит от того, кто приходит в деревню. И некоторые люди так живут, как флюгеры. Но я хочу использовать флюгер в положительном значении. Куда дует Дух Святой, туда мы расправляем паруса веры, чтобы двигаться в этом направлении. Знаете, иногда Бог двинулся куда-то, и мы пошли туда. Но он меняет направление, а мы уперто годами двигаемся в том же направлении. Это глупо. Это глупо. Нам нужно чувствовать направление Духа Святого. Притча 30 главе 27 стихе говорится о Саранче. У Саранче нет царя, но выступает вся она строй. Вы знаете, у Саранча она перелетает огромные расстояния, иногда просто сотни километров. У нее крылья недостаточные для того, чтобы перемещаться через сотни километров, через тысячи километров. У нее маленькие крылья, она прыгает и немного летит. Но у Саранчи есть искусство, знаете, вот это выпрыгивать ветер. И ветер несет, и она там машет, и сотни километров может перемещаться с Саранча. Причем они не разлетаются все в разные стороны, а все стройно перемещаются. Вот все свои толпы, все свои армии. Вы знаете, искусство вовремя выпрыгнуть. Ветер. Иногда мы выпрыгивали, 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 выпрыгивали. Устали выпрыгивать, ничего, все стоит на месте. Уже ветер двинулся, а нам прыгать не хочется. Настолько устали, настолько пережили негативный опыт, что все, не хочется прыгать. И я хочу вам сказать, мы должны научиться ждать ветра и чувствовать, когда он начинает дуть. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. А для этого нам нужно быть такими молитвенными людьми. Писание говорит, что вот характеристика ветра, он появляется из него, куда дунулся, ветер, внезапно. Вы можете увидеть, что это пути Божии вообще, как он часто двигается по внезапно, вдруг. Вот это его характеристика. Он решает проблему внезапно и вдруг. Например, в Деянии 16 глава апостолы оказались в темнице, их избили, их посадили в темницу, их в колоду заковали. И они продолжали славить Бога. И Писание говорит, Деяние 16, 26. Вдруг сделалось великое землетрясение, так, чтобы поколебалось основание темницы, хочет, отворили все двери и у всех узы ослабели. То есть, знаете, иногда молишься, как-то вот идешь за Богом, у тебя какая-то нужда ответа нет, 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 нет. Не как-то постепенно решается, а просто вот так вот раз и решилось. Вдруг, внезапно, я хочу вам сказать, и точно так же иногда суд от Бога приходит. Человек живет, игнорируя заповедь Господнюю, и что-то ничего не происходит. Наверное, Бог согласился со всем этим. Он продолжает жить, продолжает. Потом раз, и внезапно, вдруг, и суд какой-то приходит, что-то неприятное приходит в жизнь человека. Потому что Бог глазам не закрыл. Он просто милостиво ждал, чтобы ты мог покаяться. В 1-м писал Никитин, 5-3, говорится, ибо когда Бог говорит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, потом, как мука родами, постигает имеющий ваше или и неизбегнут. Люди живут, а когда-нибудь, а потом Бог придет, и Он будет судить. Внезапно, вдруг. Вы знаете, я хочу привести положительный пример. У меня внезапно решилась проблема с машиной. У меня проблемы-то не было. Не сказать, что мы висели на руке у Господа, а в нашей семье нужна машина. Нет, но мы иногда молились. Вы знаете, один человек из Екатеринбурга, он периодически присылал мне денег. Первый раз, когда он прислал, я позвонил ему, говорю, Олег, что за аттракцион неслыханный, щедрость. Он говорит, так вот, Бог на сердце положил помочь. И он периодически, без всякой какой-то системы, присылал деньги для нашей семьи. И когда я ему задал вопрос, а что это за деньги, первый раз, он говорит, ну, я вот хотел помочь. Он спросил, как мы живем, все расспросил. И узнал, что у нас нет машины. А он говорит, ты знаешь, я как-нибудь тебе помогу. Ну, он сказал, и все, как бы, об этом мы больше не разговариваем. И вот, знаете, в начале мая этот человек снова прислал мне деньги. Я в этот момент находился в Беларуси. Ну, я вижу, у меня приходит мой банк на телефоне, что мне поступили деньги, я вижу, от кого. Я ему послал смс-очку, что я сейчас в Беларуси, я приеду, я перезвоню. И я звоню, и у меня такой вопрос. Олег, а эти деньги ты жертвуешь, ты случайно не на машину нам их жертвуешь? Потому что будет очень неудобно, ни денег нет, ни машины. Ну, неприятная ситуация. Такой, может, ты на машину вот это вот все потихонечку нам посылаешь? Он говорит, нет, нет, я понимаю, что это для жизни просто. Кстати, говорит, с машиной, наверное, пришло время решать проблему. И он сказал мне, чтобы я искал машину, так, в пределах 400 тысяч. Я сказал братьям, братьям говорят, пусть шлют деньги, будем искать, какой смысл сейчас спрашивать, нет денег вообще. Ну, тут же выслал 400 тысяч. Кстати, братья помогли мне найти машину, так как я вообще ничего не понимаю. Она стоила еще дороже. И у нас есть такие домостроители, люди особенные, которые вкладывают в служение церкви периодически, вовремя, точечно. У нас появляются жарюзи, там что-нибудь, плакаты какие-то. И они вкладывают тоже и в семью пастора, за что я очень им благодарен. И добавили и купили машину. Мы сегодня на служение приехали на своей машине. Вы знаете, у нас есть такая коробочка, там написано «на машину». И знаете, я жене говорю, ну раз мы, это, машина уже есть, давай оттуда возьмем деньги для жизни. Она говорит, да нет, ничего вообще. То есть, понимаете, не просто ситуация решалась, вот накапливались, накапливались деньги, и в конце концов накопилось. Нет. Просто внезапно. Вдруг. Все. Это путь, как действует Господь. Вы со мной, братья, все с ним. Ты можешь искать Бога, и ничего не происходит. И вдруг, внезапно, вдруг, и все меняется. Второй образ мы видим здесь. И явились языки, разделяющие как бы огненный огонь. Знаете, огонь способен очищать. В числах 31 главе, 23 стих, там говорится так. Вот вы захватили там имущество, вы, в общем, проведите его через огонь. То, что нельзя провести через огонь, это одежду. Тогда через Бога проведите. То есть, есть вещи, но как через огонь ты вещи не проведешь, одежду не проведешь, потому что чем закончится? Ты не сможешь носить. Но все остальное через огонь проведешь. Потому что там были идолы, там были золотые предметы. И их надо было расплавить и создать новую форму. Я хочу вам сказать, есть такие пороки у нас, которыми мы можем своими силами справиться. Но есть такие инициативы, такие инициативы, которые может только огонь Духа Святого переплавить и создать абсолютно другую систему приоритетов, ценностей. И внутри нас просто совершенно другая форма. Аминь. Когда мы смотрим на апостола, Дух Святой сошел на них и действительно изменил. Но я хочу вам сказать, что огонь, когда Писание сравнивает Бога с огнем, то мы видим, что иногда звучит такой грозный оттенок. Бог наш есть огонь поедающий. Евреям 12.29. Давайте будем со страхом служить Богу вреда про послание евреям, с благоговением и трепетом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот я слышал эту историю, думаю, не раз уже рассказывал ее. Когда движется вихрь, такое природное разрушительное явление, то я хочу вам сказать, смерч, которая касается дома, дом залетает. Смерч прикасается к машине, машина полетела в воздух. Коровы вдруг начинают летать, потому что смерч захватил. Но люди, которые случайно, когда там оказывались на дельтоплане или на самолете, внутри смерча, они говорят, да, удивительно спокойно идти. Удивительно спокойно внутри. Вот это то, чем можно сравнить наше пребывание во Христе. Во Христе мы призваны не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Мы имеем мир с Богом, и Бог просто своим огнем переплавляет нас. Но огонь, который касается людей, которые снаружи, вы знаете, это страшно. Писание говорит, что Бог в пламедеющем огне, если Бог будет совершать мщение непокоряющимся Евангелию в момент второго пришествия Иисуса Христа. Это то, что вне. Слава Богу, что мы призваны не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса. Третий образ. Вода. А в деянии, в 2 главе 17 стихе, Петр очень больно начинает цитировать Иаиле. Он говорит, и будет, вот как это у Иаиле звучит, и будет из-за него духа моего на всякую пловость. Будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, так же на раков раков и не залью от духа моего. Речь идет там, у Иаиля, о дождях, ране, позе, то есть вода с неба. Вы знаете, человеческая душа, без воды с неба, это высохшая земля. Я прочитаю вам то, что я здесь придумал. Но человеческая душа – это пустыня, где движется песок горечи и обид, перекатив боли наших надежд, опасные изменения искушений, способных нас смертельно укусить, а также миражи наших мечтаний, каждый день отступающие назад и рано или поздно вольно разочаровывающие нас. Но Библия говорит, что пустыня может превращаться в сад, когда на нее начинает изливаться влага с неба, влага Духа Святого. Я попрошу вас еще последнее место открыть вместе со мной. Исайя 32 глава. Исайя 32 глава. Здесь говорится об Иерусалиме и говорится об израильской земле. И говорится о полном разрушении земли, об остатленности ее. Но все до одного момента. Читаю. На земле народа с 13 стиха. Исайя 32 с 13 стиха. На земле народа моего будут расти терны и волосы, ранные на всех домах висели в рекующем городе. Ибо чертоги будут оставлены. Шумный город будет покинут. Афелы и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стар. И вот ключевая фраза в тексте. Таколи не излиется на нас дух свыше. И пустыня не сделается садом. А сад не будут считать лесом. Тогда суд, значит, несправедливость, водворится в этой пустыне. И правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир. И плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Иисус очень часто сравнивал душу человека, его сердце с землей. Помните разные виды почвы? И мы можем быть вот такой высохшей пустынной землей, доколе не изольется дух свыше. И тогда пустыни начинают просветать. Когда душа человека начинает восстанавливаться. И жизнь человека меняется. Церковь без Духа Святого – это организация, в которой нет никакой жизни. Христианство без Духа Святого – это религия, в которой нет никакой силы. Христианин без Духа Святого – это лицемер, который обманывает и себя, и других. Нам нужен дух Божий. И, вы знаете, Христос, Он протягивает в ладони к Свою воду. К нам. Он не говорит, исправься и приди. Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, того, как сказано в Писании, «Черево потекут реки и воды живой». Смотрите, какие простые условия. Просто нужно жаждать, нужно верить, нужно прийти. А потом, когда ты получишь Дух Святой, Он поможет тебе исправиться. Аминь. Однажды Иисус обратился к Самарянке, Иван Георгия на 4,4. Кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать в обед. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником текущей в жизнь вечной. Когда человек наполняется Духом Святым, сразу появляются плоды. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот на деревьях плоды часто заканчиваются. Вот урожай раз, плоды сняли, нет плодов. К сожалению, так бывает с христианами. Плоды есть, от тебя воспользовались любовью, от тебя воспользовались... Плоды же не для других, они не для тебя. Кто-то твоим терпением воспользовался, воздержанием твоим воспользовался. И вот люди, они плоды сняли, домой пришел, нет никаких плодов. И самые близкие не могут воспользоваться. Но я хочу тебе сказать, просто все, что нужно, это дальше наполняется Духом Святым, чтобы в любой момент, когда к тебе будут приходить люди, приближаться к тебе, они могли воспользоваться этими плодами от тебя. Аминь. Последнее, я хочу сравнить Дух Святой. Мы видим, что Дух Святой можно сравнить с камнем, бесстрашным камнем. Таким Он делает человека, которому Он вселяется. Мы помним, как Иисус Христос назвал Симона. Симон – это тростник, лучшийся. Петров, то есть камень. Но вот это вот такая непоколедимость Петра, она проявлялась иногда в Кефисимаромском саду, например, когда он врезал уши людям. Но потом снова смотришь, он опять тростник, отрекается от Иисуса на твои каяпы. А тут Дух Святой наполнил его. И Петр, это ты или не ты? Он встает, и он говорит, это предреченная Иерия. Он начинает проповедовать тем, кто может его побить камнями. Говорит, вы распяли Господа слава. Он начинает призывать людей к покаянию. Мы смотрим, Петр, это ты или не ты? Как Павел говорит, что Бог нам дал не духа боязни, не духа страха, но любви, силы, целомудрия. Аминь. Когда человек наполнен Духом Святой, он способен отставить свое убеждение. Недавно я слышал одну такую грустную историю, иллюстрацию. В одной безбожной стране, там какой-то такой безбожный режим, к сожалению, я не совсем понял, что это за страна. Это или Азия, или где-то в Африке. Но там как бы навязывался атеизм, и заставляли отрекаться от Иисуса верующих. И 15-летний мальчик отказался. Его бросили в тюрьму. И когда начальник тюрьмы, ему попросил, чтобы он отрекся, он сказал, нет, я не буду этого делать. И он сказал, тогда я тебя брошу, посажу в одну клетку с человеком, который был там убийцей, но больше похож на животное, нежный человек. И он сказал, я не отрекусь. Через две недели он приходил к нему и говорил, я прошу тебя, зачем тебе это надо? Ну, просто отреки. Потому что тот мессилов, тот издевался на них, а он пел песни. Но люди по камерам говорили, мальчик, пой, нам становится лучше, когда ты поешь, продолжай. И он пел христианские гимны, которые он учил в церкви. И он пел, и как-то благодать скакал людей. Вы знаете, когда я слышал это свидетельство, оно не закончилось тем, что он вышел из тюрьмы. Но кто-то рассказал из уверовавших о том, что этот мальчик оставался вверх до конца. Ни силой, ни войством, но духом, говорит Господь. В Деянии 1.8 говорится, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будьте мне свидетелями в Гарусалиме, во всей Иудии, в Самаре и даже на крае земли. Вот это слово свидетель подразумевает мученик. То есть человек способен даже до смерти отстаивать свои христианские убеждения, оставаться верным Господу Иисусу Иисусу Иисусу. Я заканчиваю свою пробоведь, я хочу обратиться еще к одной группе людей. Знаете, есть христиане, которые не пережили крещение Духом Святым. Есть такого рода наполнение Духом Святым, которое сопровождается говорением на ином языке. Если вы наполняетесь Духом Святым, но вы не говорите на ином языках, вы еще не крещены Духом Святым. Потому что есть важный принцип из толкования Писания, это первое упоминание. И вот первое упоминание крещения Духом Святым, это не то, что Иоанн говорил, говоря о том, что Иисус будет крестить. Нет, описание первого крещения Духом Святым, это то, что происходит в Иерусалиме, когда апостолы получают Дух Святой, и они говорят на ином языках. Вот то наполнение, которое сопровождается знанием. Это крещение Духом Святым. Есть две крайности в отношении к крещению Духом Святым. Первая крайность. Если ты не говоришь на языках, ты не спасен. Это глупо. Это неправда. Для того, чтобы быть спасенным, не надо говорить на ином языках. Нужно просто верить в Иисуса Христа, покаяться и быть дитем Божьим. Аминь. И уже Дух Святой обитает внутри тебя. Но вторая крайность заключается в том, что раз ты христианин, значит, ты уже хрящен Духом Святым. Это мнение держится на основании одного местописания, 1 Коринфянам 12-13. Пока вы можете запомнить, но на следующей неделе я буду проповедовать на эту тему о различных видах крещения. Писание говорит о том, что это начатки учения крещения. И там говорится учение Христово. И там говорится учение о крещении. Вот мы посмотрим на вот это учение о крещениях на следующей неделе. И дело в том, что там говорится совершенно о другом крещении. Писание христианское крещение, когда Христос погружающий, и Он погружает учеников в Дух Святой. А в 1 Коринфянам 12-13 там говорится крестящий Дух Святой, который погружает нас в тело. То есть ставит нас на различного рода служения рукой, ногой, коленом, суставом. И это совершенно другое крещение. Об этом мы поговорим в следующий раз. Вы знаете, я упоминал вам об одном капитане, который вез меня в аэропорт. И он рассказывал, как он получил крещение Духом Святой. Он говорит, я проснулся ночью. Я говорю, у меня огонь такой в груди. Просто огонь какой-то. Я не могу спать. Я проснулся, я через жену перебрался. Я говорю, ты куда? Я молиться. Он говорит, и все закончилось молитва, говорите мной на музыке. Он ничего об этом не слышал. Никто не возлагал руки. Просто Господь пролил на него и крестировал Духом Святой. Мой пастер, он был из нерегистрированного баптистского братства. И там не говорили о хрещении Духом Святым. Но он видел, говорится, вот есть Священное Писание. И он так сказал, Господи, если это есть, крести меня. И Бог укрестил, и он тут же заговорил на иных языках. Никто руки не возлагал. На меня возлагали руки. Но огонь сошел точно так же, я заговорил на иных языках. Однажды мы на ящейке молились за одну девушку. Ну, ничего, что-то не произошло, но она заговорила в автобусе. Она говорит, начали слова, говорит, в автобусе наворачиваться. И, говорит, когда я уже приехала, отдала этому свободную полю и простору, начала молиться на иных языках. Аминь. Какой призыв я хочу сделать перед молитвами. Если тебе нужно стать христианином, тебе нужно покаяться, верить в завестительную жертву Иисуса, призвать его на помощь, призвать его молитвенно в свою жизнь. И он запечатлевает тебя Духом Святым. Если вы огорчали Дух Святой, как христиан, вы легко переживаете, но вы быстро теряете. Если вы покатитесь в том, что вы умоляли работу Духа Святого, оскорбляли, и теперь постарайтесь быть чувствительными тем стандартам, которые он будет учить вас изнутри. Но если вы хотите пережить прещение Духом Святым, просто попросите об этом. Другими словами, давайте сегодня все вместе обратимся к Господу, чтобы Он пролил на это место Дух Святой, чтобы Он пролил на нашу жизнь Дух Благодати и Умиления. Аминь. Давайте встанем для молитвов.